Всего за несколько часов в субботу на центральной площади нашего города вырос сказочный оранжево-черный городок. Надувные батуты, крепости, аттракционы и огромный экран. До нашего города добрался Orange Cinema – социальный проект, который без каких-либо поводов устраивает праздники в 12 городах Молдовы. Насыщенная программа позволит каждому выбрать развлечение по своему вкусу. Orange Cinema – это национальный проект. Для нас честь провести такую масштабную акцию и в Тараклии, потому что люди у нас здесь очень гостеприимные и очень требуют чего-то нового постоянно. Мы планируем для детей показать Disney Club, мультфильмы, и фильм для более взрослого поколения «Человек, идущий за солнцем». Очень интересный фильм. Особую радость принес национальный проект самым маленьким жителям нашего города, хотя большая часть из которых не совсем понимает, что за праздник и благодаря кому он устроен. У энергичных ребят глаза разбегались, куда в первую очередь пойти и где повеселиться. То ли на батуте попрыгать, то ли с огромной горки спуститься, или отдавая дань веку современных технологий и виртуального мира, посоревноваться в умении управлять компьютерными гоночными автомобилями, сжимая в руках пульты управления и джойстики. С пяти часов вечера можно было успеть везде и попробовать все. Я пришла сюда с мамой и прыгала вот тут. Тебе нравится? Очень нравится. Я хочу, чтобы они здесь каждый день были. Я прыгал там, где замок там. И круто здесь очень. И там можно поиграть в эти приставки. Можно потянуться и побегать. Я пришел сегодня с мамой и с моей сестрой. Я занимаюсь, я прыгаю на батутах. Я уже два раза прыгал на том, на том один, на этом второй раз. Мне больше всего нравилось вон там, где бегают. Еле успевали уследить за неугомонными детьми родители. Кроме детской игровой площадки в парке города, также установленной компанией «Оранж Молдова», ребятам особо негде отдохнуть. Такие проекты и акции просто преображают лица детей, да и более старших жителей города тоже. Я пришел с сыном. Пусть немножко развлекается, отдыхает. Впечатления очень хорошие. Организация, все организовано, красиво. Но для Таракли это очень интересно. Не знаю, как еще. Действительно, для Таракли это очень новое шоу-то, по-моему. Для более самостоятельных и взрослых жителей компания «Оранж» организовала различные конкурсы и лотереи, главным призом которой стали два дорогих смартфона. Кроме того, были разыграны футболки, сим-карты, ракетки для настольного тенниса, мобильные телефоны и прочие аксессуары. При покупке какой-либо продукции компании «Оранж» прямо на площади города в мобильных магазинах сотового оператора каждый клиент автоматически становился обладателем лотерейного билета. Финала ждали все, и два суперприза нашли своих обладателей. Один из них – Николай Каиш. Я чисто случайно сегодня приобрел флешку, но не надеялся на удачу. Мне как бы не везло никогда в лотереи. Не надеялся, честно говоря. Что чувствуете? Ну, радость. Радость. Наконец-то повезло, я выиграл что-то. Что с телефоном будете делать? Ну, телефон оставлю. Выигрыш оставлю себе, конечно, никому не отдам. Праздник, организованный компанией, не первый в нашем городе. «Оранж-Молдова» стал генеральным спонсором при организации 200-летнего юбилея Тараклии. Значит, при марии города Тараклия с компанией «Оранж-Молдова» сложились добрые и тесные стручества, отношения. Значит, компания поддержала нас на праздник «День города» на 200-летие. И сейчас компания «Оранж-Молдова» организовала бесплатную социальную акцию в целях, как говорится, организации развлекательного культурного отдыха для жителей города Тараклии. И надеюсь на будущее, что будем продолжать тесное сотрудничество. И будет все замечательно и хорошо. Еще одно зрелище подготовила компания для жителей нашего города – огромный воздушный шар. Хоть и запустить его в небо не получилось из-за погодных условий, он стал настоящей достопримечательностью. Возле него не фотографировались разве что только сотрудники компании. До самого позднего вечера все детишки и взрослые смогли побывать в настоящем летнем кинотеатре. Были показаны несколько мультфильмов и молдавский фильм на русском языке «Человек, идущий за солнцем».